1 июня в Ленинском районе проходил благотворительный марафон «Благо видное». В течение дня мы собирали деньги на покупку инвалидных колясок братьям-близнецам Денису и Данилу Коптилкиным. И сейчас пришло время подвести итоги марафона. У нас в гостях один из организаторов марафона Елена Добрина. Здравствуйте, Елена Константиновна. Здравствуйте. Можно ли сейчас уже подвести определенные итоги и сказать, что получилось, что не получилось, для чего, может быть, какие-то уроки на будущее вы извлекли? Ну, во-первых, я хочу, прежде всего, сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в организации, в проведении этого марафона, участвовал в концерте, просто жертвовал, помогал организационно, информационно. То есть вот и вам в том числе огромное спасибо. Спасибо, что мы сохраняем эту традицию, потому что «Видное ТВ» уже не первый год проводит именно свой телемарафон, который помогает нам делать информационные сообщения и таким образом привлекать людей для участия. Что касается итогов, ну, по большому счету мы считаем, что в основном и в целом у нас все получилось. Мы провели очень много мероприятий 1 и 2 числа. Они проходили не только в городе «Видное», практически во всех точках, во всех микрорайонах, но и у нас в поселениях. И это очень приятно и отрадно. 1 числа к нам приезжал на открытие депутат Государственной Думы от нашего округа Вячеслав Фетисов. Они вместе с Олегом Хрумовым, главой Ленинского района, дали старт этому марафону. Это тоже очень приятно, традиция такая сохраняется. Мы сейчас собрали на сегодняшний день около 60 тысяч рублей. Одна коляска стоит 70, поэтому я думаю, ну, практически мы выполнили план наполовину. И рассчитываем на то, что, наверное, будем просить помощи у торгово-промышленной палаты нашей, которая недавно создана, и в День предпринимателя она как раз презентовала себя для сообщества предпринимательского и для жителей. И я думаю, мы обязательно к ним обратимся, чтобы решить этот вопрос. А уже родители решат сами делать реабилитацию детям или купить действительно две коляски. Общались ли вы с семьей? Как они реагируют? Как им, кажется, удалось все? Очень хорошее позитивное настроение и, в общем, большая благодарность от семьи, то, что определили, то, что помогли. И самое главное, что привлекли внимание к этой проблеме, то, что она есть. И хотелось бы нам в будущем, может быть, с помощью ваших зрителей, которые подскажут что-то еще добавить, потому что, ну, человек, который занимается благотворительностью, он не черствеет душой. А в наше время такое сложное, когда мы, в общем-то, в гаджетах, мы куда-то все время несемся, мы забываем просто остановиться и понять, что вот кому-то нужна наша помощь. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам, подвели итоги марафона. Надеемся, что в будущем он будет продолжаться и многие детишки Ленинского района найдут помощь и поддержку.